Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о том, как заканчивается неделя, которая началась очень позитивно и, соответственно, обсудим последние события, которые появляются из мира финансов. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и ваши вопросы также оставляйте в комментариях к этому видео. Хотел также сказать, что вчера я добавил видео, которое обещал для своих подписчиков. Это видео относительно того, какие акции я добавлял свой портфель уже непосредственно в сентябре-октябре, но, к сожалению, успел записать видео только сразу же за два месяца, сразу же обзор по нескольким компаниям. Поэтому также в описании я оставлю ссылочку на канал, там будет написано, как инвестировать в акции и, собственно, данное видео вы для себя тоже можете посмотреть. И, ну, конечно же, не является торговой рекомендацией, а только в качестве ознакомления. Теперь давайте поговорим о том, что у нас пока происходит с выборами. Ну, на самом деле мы уже и на подкасте два трейдера обсуждали эту ситуацию, то, что вполне вероятно, что Трамп может оспорить результаты и, в пример, приводили ситуацию, которая была в 2000-х годах между Джорджем Бушем-младшим и Эллом Гором. На самом деле тогда разница была небольшая, то есть там фактически разница была там в тысячу голосов в одном штате, ну и, соответственно, тогда Буш, исходя из этого, победил и Гор это оспаривал. Сейчас уже у нас все еще осталось два штата, которые не подвели итоги, это Джорджа и Каролина. И, собственно, пока мы видим, что у Трампа-то мало шансов на то, что вдруг окажется, что он не получил заслуженные голоса, то есть те, которые мог. Соответственно, сейчас этот разрыв все уменьшается и пока, конечно, здесь нет явного преимущества. В одном лидирует Байден, в другом лидирует Трамп, но вполне вероятно, что здесь мы можем эту ситуацию... Эту ситуацию видят в несколько ином свете и, соответственно, за этим тоже будем следить, но шансов у Трампа на то, что он будет сыграть на том, что был незначительный разрыв, уже вряд ли получится. Поэтому в любом случае, пока еще не все бюллетени обработаны, окончательного итога нет, ну и, соответственно, ждем инаугурации для того, чтобы все-таки узнать, кто действительно станет президентом. Фактически неделя началась очень хорошо. Давайте сразу же откроем индекс S&P 500. То есть мы видели довольно-таки стремительный рост прямо в понедельник. Это и объявление о победе Байдена, и заявление компании Pfizer. Но после этого рынок был несколько под утих. То есть, да, с одной стороны уже, в принципе, отыграли весь тот позитив, который был, обновили локальный максимум. Теперь рынку нужно новое топливо, чтобы двигаться дальше. Поэтому мы предполагали, что может возникнуть коррекция. Она может уйти еще ниже, да, то есть до 3450, до 3400 по индексу S&P 500. Но пока, пока на это предпосылки есть. Ну и, собственно, впереди также мы можем ожидать предновогоднее ралли, которое будет с конца ноября в течение декабря. И, соответственно, пока рынки, конечно, маячит коррекция. Но, с другой стороны, у нас все еще продолжается сезон отчетов. Важно тоже отметить то, что данные, которые приходят на текущий момент по отчетам, они лучше, чем ожидалось. То есть на сайте Factset приведена статистика по компаниям из индекса S&P 500, которые отчитались. То есть если мы видим, что второй квартал 2020 года был, ну, фактически самый проваленный, то сейчас уже и в третьем квартале восстанавливаемся, и в четвертом квартале также данный прирост есть. Ну и, собственно, доход на акцию, то есть то, что мы ждем от компании в виде отчетов, он также показывает, соответственно, прирост. И с этого мы, соответственно, также понимаем, что корпоративный сектор начинает восстанавливаться. То есть уже фактически мы видим довольно-таки хороший позитив в этом отношении. Поэтому пока это то, что, собственно, напрямую влияет на доходность, непосредственно на фондовый рынок. То есть именно как факт, да, уже все остальные вещи, они связаны больше с эмоциональным поведением на рынке и реакцией на новости. Теперь, то есть как мы и говорили, я лично для себя с точки зрения торговли ожидал коррекцию, да, которую я и планировал использовать для входа. На самом деле коррекция началась, да, но она пока не дошла, например, до целевых уровней. Потому что по евро-доллару, например, мы также видим, да, что у нас коррекция сохраняется, мы движемся планомерно в зону ценности. То есть фактически вот в середину данного диапазона, который у нас сформирован, это четырьмя месяцами торговли. Но покупать, конечно, интереснее где-то из области 1.16, 1.16.50, по крайней мере. То есть здесь я для себя пока, для того, чтобы заходить, да, то есть я буду ожидать продолжения этой коррекции, буду заходить уже чуть ниже. В тот момент, когда она покажет признаки завершения. И фактически то же самое мы видим и по паре британский фунт, американский доллар, да, доросли до локальных максимумов. Сейчас мы корректируемся из области поддержки. Вполне вероятно, что и с этих уровней мы пойдем вверх. Но здесь нужно для всех, да, для каждого оценивать риск. То есть от каждой сделки, уже подходя к моменту входа, если будет хорошее соотношение риск-прибыль с точки зрения движения до ближайших локальных максимумов, то, возможно, такую сделку я для себя и попробую. Но, как правило, я ищу для себя как раз более затяжную коррекцию, чтобы в нее входить. Поэтому по британской валюте пока сейчас в рамках часового таймфрейма также у нас сохраняется нисходящая формация. Ждем ее завершения. И дальше уже будем смотреть и оценивать, насколько точка входа в момент ее завершения будет оптимальной. А по паре американский доллар, канадский доллар также, как мы и говорили, отбитие от уровня поддержки произошло. Мы развернулись, ушли в коррекцию. Но теперь, если заходить по тренду, то из области 1.3370 как раз это было бы более максимально сделать. Не факт, что туда придем. Возможно, остановимся чуть раньше. Но, опять же, мы не знаем, где цена остановится. Но мы можем получить локальные признаки с точки зрения часового таймфрейма, когда уже мы понимаем, что цена начинает двигаться туда. А уже после этого оцениваем, насколько вход в текущий момент для нас актуален. Поэтому тоже коррекции здесь развиваются. Ждем ее завершения. Будем принимать решения. А вот по паре американский доллар и японская иена. Здесь я рассматриваю все-таки для себя еще один вход на продолжение тренда. То есть пока формация вот этого нисходящего тренда у нас здесь не сломлена. Поэтому уже сегодня мы торгуемся ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера. То есть это для меня сигнал на то, что можно искать продажи. Но, конечно, не по текущим ценам. То есть здесь я для себя поставил отложенный ордер чуть ниже максимума, которые были сформированы вчера. И стоп-лосс убрал, соответственно, за локальный максимум 11 ноября. Соответственно, если здесь последует эта коррекция, то вот это та цена, по которой мне интересно было бы войти. А это та цена, по которой мне было бы интересно выйти непосредственно с прибыли. Довольно неплохое соотношение риск-прибыли здесь можно получить, если сделка будет реализована. Поэтому по доллар-иене я готовлюсь. То есть уже цены для себя выбрал и буду ждать уже непосредственно реализации данного сценария. По австралийцу. Ну, также здесь у нас началась коррекция. Мы корректируемся от локальных максимумов. То есть мы это предполагали также в начале недели. И, собственно, с точки зрения часового таймфрейма, пока нисходящая формация сохраняется. Ждем ее остановки для того, чтобы как раз уже принять дальнейшее решение, стоит ли входить по тем ценам, которые будут. Или стоит еще подождать. А вот Новозеландец только сегодня начинает двигаться контртрендово. Вчера он показал еще один локальный максимум. Сегодня, ну, собственно, после максимума, который был как раз ночью, ну, в европейской части ночью, соответственно, показал локальный максимум. И затем падение практически без коррекции. Ну, собственно, сегодня уже торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Поэтому тоже здесь можем говорить о том, что началась коррекция, началось коррекционное движение от локальных максимумов. Теперь вопрос, где оно завершится и где мы к нему присоединимся. Золото – еще один инструмент, которому я присматриваю с точки зрения покупок. Но пока, опять же, после того движения нисходящего, которое мы видели в понедельник, падение остановилось. То есть, видим, что нащупали поддержку в области 1850. В целом, если мы смотрим также на дневной таймфрейм, то область поддержки мы эту видим. Это были минимумы сентября. И, собственно, здесь мы тоже были в августе. Собственно, хороший уровень для того, чтобы войти на продолжение роста по золоту. Но пока для меня здесь нет сигнала. То есть, сейчас я жду закрепления выше максимума, которые были сформированы вчера. Затем я также поставлю отложенный ордер. И если будет коррекция, то непосредственно в эту сделку войду. То есть, тут тоже можно получить довольно-таки интересное соотношение риск-прибыль. Ну, а индексы, в принципе, все после того ралли, которое было в начале недели, несколько выдохлись. DAX еще пытался после обновления локальных максимумов еще двигаться туда. Но покупатели были не столь сильны. И, фактически, четверг уже был в негативной зоне по сравнению с... Четверг был негативный по сравнению со средой. Поэтому сейчас мы увидим, что DAX несколько подрастает. Но пока все еще торгуемся ниже максимумов, которые были на этой неделе. То есть, общая динамика также сохранится восходящая. Но пока присоединение по текущим ценам, опять же, не выглядит разумным. Поэтому здесь ждем коррекцию. К этому мы будем уже присоединяться. И плюс-минус точно такая же история по S&P. Вполне вероятно, что коррекция здесь может произойти. Вполне вероятно, конечно, что она будет не суперсильной. А там в область 3400-3350 мы сможем скорректироваться. Вот оттуда уже S&P было бы интересно подобрать. Поэтому пока сейчас мы все-таки видим, с точки зрения часового таймфрейма, пока восходящая формация сохраняется. Мы несколько остановились после того роста, который был в понедельник. И сейчас пытаемся продолжить восходящее движение. Ближайшие цели это обновление максимальной значения вчерашнего дня. То есть, уход выше уровня 3578. Ну и, соответственно, дальнейшее движение уже на исторический максимум на 3674. Вопрос, сможет ли S&P 500 как раз его обновить. Если сможет, то, собственно, продолжение. И, возможно, это будет как раз начало предновогоднего ралли. Ну и, собственно, для портреля из акций это, безусловно, будет хорошо. Как я и говорил, то есть неделя довольно-таки интересная. Очень много событий, которые тоже на рынок влияют, на рынки происходят. Мы вновь на исторических максимумах. И мы все ближе и ближе уже теперь к концу года. И будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Будем обсуждать важные события. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Но мы с вами увидимся на следующей неделе. И продолжим следить за рынками и отслеживать текущую ситуацию. Всем спасибо за внимание и до свидания.